Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Девятый том. Вопрос 2258. «Вашего архиерея сильно упрекают его бывшие священники за его активность по сближению с патриархией. Так ли это? И как он сегодня?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У нас внешне с нашим правящим архиереем отношения сохраняются по канонам пока. Он болен физически, его зря тревожить не стоит. Но я ему все открыто высказал, и не раз. Теперь только молюсь за него. Связи с ним никакой нет. Посланные интернетом на него письма где-то глушатся. Но свою вину он, по-моему, открыто не признал, как митрополит Виталий. Это бы облегчило души его за многих соблазненных, которые почитают его за ереси арха по сближению с экуменистами». Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. «А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Да не будет этого с ним». Письмо-уведомление управляющим Ишимско-Сибирской епархией епископу Евтихию усугубляет положение нежеланий нынешнего синода архиепископа, лавра которому вы единомыслины прервать евохристическое общение с экуменической сербской церковью, имеющей литургическое общение с московской патриархией. Поэтому все ваши заверения и официальные документы ваших сторонников об отсутствии курса на сближение с московской патриархией носят чисто токсический и успокоительный характер для нежелающих немедленного соединения членов РПЦЗ. По сути же, то есть мистически и духовно, вы давно уже соединились через сербскую евхаристическую чашу не только с московской патриархией, но и со всеми монофизитами, католиками, протестантами и прочими еретиками, с которыми сослужит или просто молится братская вам сербская церковь, являющаяся одной из самых активных, в кавычке, православных церквей в СЦЗ. Служа литургию вместе с архиепископом Марком и с подобными ему серболюбцами, вы уже сейчас причащаетесь и пьете от чаши блудницы, собирая гнев Божий на себя и на своих доверчивых пасмах. Очнитесь! Единственную возможность спасения в сложившей ситуации мы видим в ограждении себя, своих духовных чад от пагубного воздействия Новосергианского синода архиепископа, лавры устремившегося в лоноэкуменического, в кавычках, мирового православия, и от вас, как активного сторонника и проповедника в жизни его нового курса. Мы отделяемся от общения с вами, основываясь на 15-м правиле двукратного собора и изъявлений архиерейского синода Русской православной церкви в изгнании от 26 октября 2001 года и переходим под прямое управление митрополита Виталия и синода РПЦИ. Пусть наш выход из-бат вашего амафора послужит вам еще одним серьезным поводом задуматься, остановиться, и это и те пути, которые принес столько бед и разрушений в истинную церковь, и столько радости в стан ее врагов. Ирей Василий, Савельев, священник и иеромонах Тихон, пасечник. 2 Коринфянам, 6 глава, 17-18 стихи. «И потому выйдите из среды и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасыстись к нечистому, и я приими вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, — говорит Господь Вседержитель». Стихотворение Чем же вызвано стремление отделиться? От Создателя на небе и в раю. Почему одиноких лица устремлены в собственный уют? Говорю о ересях, о сект и сектах, Дьявольском расколе, разделениях, Отсеченных и засохших ветках. Не из них составлен братский веник. Ягодки на кисти виноградной, Овцы у святого пастуха, Прочная библейская ограда, Цельное вино не рвет меха. К людям посылает Иегова Истинно евангельскую весть. Всем спасения под церковным кровом, Только там единство с Богом есть. Где смирение Перед Словом Божиим, Быть единым с Богом во Христе, Разделение там не выйдет Богом, От его мы плоти и костей. Жесткая конструкция единства, Треугольник, трое, но едино. Бог един при равенстве в трех лицах, Прочее подобно паутине. К Богу, к центру во всеобщем круге, Возрожденный в духе устремился. Там почтительность, Любезность друг к другу, Упование на Божью милость. Аромат живительный, библейский, Что в единстве силы и спасенья, Довод к единению самый веский, Разделение с дьяволом мученья. Покорись каноном, Меньше стонов, Задуши свой эгоизм сектантский, Будь овцой, небешеной в загоне. Центром жизни станет только Пасха. Игнатий Тихонович Лапкин, 2004 год.